Тем временем... Хрень какая-то! Ни еды, ни воды! Чем мы будем кормить детей? А ну-ка все заткнулись! Нас изгнали! Идти больше некуда! Но за что? Наверное, это все из-за охоты. Может, если мы пообещаем охоту прекратить, он примет нас обратно? Если, конечно, никто не натворил чего похуже, чтобы разозлить его окончательно. Вика, ведь ты бы никогда нас так не подставила, да? Конечно, никогда! Он изгнал нас по единственной причине! Ненависти к нашему роду! Мы не сделали ничего, чтобы заслужить это ужасное место! Я же говорила, что львиные разговоры о всеобщем равенстве вранье! Сначала мой глаз, потом право на охоту, право на еду! А теперь изгнание! Какие еще вам нужны доказательства львиного вероломства? Долгие годы я предупреждала вас, что так будет! И вот мы здесь из-за них, бессердечных чудовищ! Прости, что сомневались в тебе, Великая Вика! Да, не держи зла! Мы просто переживаем за своих близких! Я понимаю ваш страх, друзья! Но мы должны держаться! Мы не так уж далеко от земли Прайда! Слоны приходят сюда умирать, они обеспечат нас едой! А если перестанут приходить, то останутся вылазки в земли Прайда! Будем жить, размножаться, пополнять ряды, и тогда сможем, наконец, отомстить им за их чудовищную несправедливость! Поверьте мне, родные! Как я могу вас подвести? Вопреки их ненависти мы восстанем! Мы вернемся в земли Прайда! Мы займем саму скалу Прайда! Мы! Мы, а не эти двуличные кошки! Будем править всей саванной! Мы будем жить в мечте! Вперед, родные! Жрите под носом у наших врагов, если понадобится! Рожайте детей и укрепляйте клан! Однажды я снова взойду сюда и поведу наши стройные отряды в земли Прайда! Не как изгнанников, а как истинных королей саванны! Так в землях Прайда настало затишье перед бурей и многое нарастало в этой тишине. Через несколько недель Ахадди окончательно выздоровел. Скалая Прайда стала ему новым домом и лев раздумал уходить. Уру была счастлива! Теперь ей больше не нужно было видеться с лучшим другом тайком! Махату больше не смотрел косо на Ахадди. Напротив! Несмотря на сопровождающее льва дурное настроение, Махат увидел за ним большое будущее. И хотя Ахадди бы ни за что не признался, Махату видел, как он заботится о Буру и охраняет ее. И это вполне устраивало короля. Также Махату и не забывал о возможности восстания гиен. Но король был уверен в силе своего Прайда, а травоядных попросил приглядывать за появлением гиен. Стада охотно согласились. После всех причиненных зверств они были готовы на что угодно, лишь бы гиены не вернулись в земли Прайда. Им даже нравилось, пользуясь указанием Махату, прогонять и высмеивать гиен, появлявшихся в землях Прайда. Все, что осталось Вике, это ждать, пока представится новый случай. Она не знала, сколько продлится ожидание, но теперь, как никогда, взвешивала и обдумывала каждый шаг. Следующая ошибка была бы ее последней. Возможно, ждать придется всю жизнь. И хищники, и травоядные высоко ценили новообретенный мир. Они были готовы защищать его. И пройдет не меньше одного поколения, пока они забудут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова